всем приветики пришла ко мне еще одна такая вот посылочка в этот раз я уже даже прямо так с пакетом здесь пишут что что-то там по европейским не подходит что-то там неправильно в таком обычном почтовом пакете целлофановым пришло без пупырки пупырка была внутри вот она перемотана скотчем скотч мы разрезали пупырки тут довольно таки довольно таки много и это розетка умная розетка ничего себе как помялось я вот думаю что это его характеристики типа вай фай как и поддерживается до 4 герца 802 у меня как раз такой 802 11 вольт или осталось до 200 амперы 16 в принципе да все так и должно быть вай фай смарт удаленный ковер тролль в оседении голосовой контроль ничего себе я не помню у меня в старой есть такой или нет голосовой контроль по моему я не знаю мне кажется нету я кстати нашел вот это сейчас упаковка текущая я вот раньше покупал такую я просто так себе подумал ну я сначала заказал другой они помнятам туалет зима дешевле было то ли что то ли я решил просто drugui заказать а вам так все подумал что зачем наказу 2 бо ведь вот это которые заказывал она у меня работает до сих пор без проблем мы никакие ничего не было зачем Mm у друга 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 будет проблемная типом типа вот оно отсюда старая она на сих пор работает никаких нет из курпор нет но почему-то решил заказать другую и вот она другая и здесь даже на старой нету ничего такого про голосовой контроль вообще ничего такого по моему если я не ошибаюсь в этой инструкции тоже ничего не было сейчас гляну не ничего такое не нравится в дом что про алексу какой-то сказано наверно алекса через неё умеет ну такая розеточка со старой сравнивать то в принципе вроде как и такая же на вид главное их не перепутать на получается одинаково вроде такая же на вид абсолютно внутри там больше ничего нет тут она сидела хотя коробка так-то поменьше чем вот это розетки одинаковая вот и здесь такая инструкция инструкция ли это что это вообще такое пользовательский мануал ну да тоже как у меня такое smart life приложение здесь расписано как бы ее до смарт-лайф это напишет установить смарт-лайф приложение подключитесь но дальше можете пользоваться устройством но чтобы наверное через голосовой работал это наверное через алексу наверно ставишь алексу и ей уже говоришь типа включи там выключи она уже будет ну типа сам включать выключать потому что в розетке по идее нет микрофона который бы тебя слышал и реагировал на на команды ну в общем вот подключил две розетки это новая а это старая и получается нажимаешь сюда она включает включается если нажимаешь она тоже включается только здесь я лампочка яркая видно как горит красным а там она такая тусклая она горит но он так тускло что и он еле видно если нажать этого сейчас выключить ну видно что стала черная часть чуть-чуть покраснее стало а здесь прямо ярко горит и видно а когда это она без вайфая просто красным а с вайфаем вокруг красного синенькая загорается а здесь не знаю как будет гореть то что это надо еще добавлять в приложении а когда выключена то просто синенькая горит зря я не заказал такую же я вот ну хотел ее же заказать думаю чё бы ее мне заказать ну нужно мне просто нужна еще одна вторая умная розетка я решил заказать думал заказать еще одну такую но думаю может лучше другую заказать а то вдруг это когда-нибудь сломается а так будет две ну типа разные розетки от разного производителя это сломается другая быть работать а сейчас так понимаю что я потом так ему заказала потом думаю все таки же она же работала без проблем ни ломалась ничего никаких проблем не было ни никаких глюков ничего не вижу приложением без проблем подключил всегда все доступно управляется а вот кто знает может тут тут как раз таки будет формировали чтобы не подключится ли будет какие-нибудь стрюки не будет подключаться соединение может быть Qi7ем мало ли еще вот уже первое что мне не нравится то, что лампочка тусклая. Короче, я жалею, надо было еще одно такое заказать. Я заказал у другого продавца, и в итоге вот уже первая разница. И здесь вот когда выдергиваешь из розетки, ну или даже вот, это сейчас включено красным, говорит, а это включено. Ну вот по лампочке видно, здесь не особо видно, но по лампочке. Сейчас вот выключить, все погасло. Включить, здесь включается, а здесь нет. А вот, включилось. Правда с замедлением, с таким, но здесь как-то быстрее. Здесь раз и включилось, а там... Здесь раз, а там еще думает. Там что-то как-то медленно. А вот только что, кстати, синим мигало. О, синим мигало. Это так, когда Wi-Fi. Есть, она горит синим. Да, включается. Это тоже включается, но это с таким замедлением с каким-то. Короче, это похуже. Здесь и лампочка тусклее красная. Тут видно, а там еле и еле. Даже можно сказать не видно. Плюс при пропадании напряжения включения, это сразу включается. Вот пропало. Ну не сразу, но включается. А это еще дольше включается. Короче, блин, я что-то... Ой. Я, кстати, хотел еще на нее обзор снять. Ну, по сути, и на эту. Это будет одинаково обзор. Он к ней будет подходить. Но это надо приложение показывать на телефоне. Как-нибудь... Или отдельные камеры снимать. Ну, как-нибудь сниму. Вот, так что еще одну такую розетку купил. Умную. Но жалею. Надо было купить в том же магазине, где я ее брал. А теперь, главное будет, как она будет подключаться к Wi-Fi. И как она будет работать дальше. Ну, не будет ли она терять соединение с Wi-Fi. Будет ли приложение всегда хорошо к ней подключаться. Не будет ли она всегда отзываться. Старая это точно работает. И это уже проверено. Уже сколько раз я ее включал-выключал. А новая, кто его знает. Я так, ну, типа, сейчас думаю, что купил я точно такую же у того же продавца. Я уже был бы уверен. Ну, новый продукт, в принципе, кто-то придет, может иметь какой-то брак. Но, в принципе, я уже был бы уверен. Я бы знал, как она работает. А это, это вообще, типа, я у этого продавца первый раз покупаю. Я не знаю, как она вообще себя вести будет. Поэтому я хоть и купил, но потом пожалел. Решил, что надо было все-таки у этого продавца взять. Ну, ладно, посмотрим, как она будет. Такая вот розеточка. По сути, так-то на вид она точно такая же вообще абсолютно. Но в работе уже сразу выясняется, что вот и лампочка хуже горит. Вот она медленно включается. Может, и в приложении, когда тут так в этой, нажимаешь в приложении, чик, кнопочку, и она сразу, хоп, включилась, чик, и она, хоп, выключилась. А тут, может быть, ты нажмешь, она будет там еще думать, там, секунду. Тут прям моментально. Ты нажал в приложении, она сразу включилась. Нажал, сразу выключилась. А тут оно, может, если будет нажимать, она будет еще секунду-две думать перед включением. И когда ты нажимаешь выключить, она еще будет секунду-две думать перед выключением. Это тоже будет не очень. Поэтому это, это как бы важно, чтобы... Блин, лампочка такая редкая, еще в советских времен. Такие не выпускает уже, а я ее уронил. Жалко было бы, если бы разбилась. Хотя она, по идее, и даже если разобьется, будет работать. Но туда же 220 приходит, опасно будет. Тогда дотронешься, ударит. Вот так что, даже еще не известно, как она будет. Ну вот такая вот покупка. Дальше буду смотреть, как она будет работать. Ну, на этом все. Всем покидавам.